Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Геометрия 30 и 11 класс от Анасян задание 465 В нашем видео мы рассмотрим более подробные доказательства по условию задачи 465, хотя основное доказательство приведено в учебнике Итак, нам дана правильная треугольная призма АВСА1В1С1 Правильная Призма В которой ребро АА1 равно корню из 2 от ребра АВ И нам нужно найти Запишем так, угол Фи А в скобочках запишем, что это угол между АС1 и А1В Так, ну перед нами правильная треугольная призма Что такое правильная призма? Это призма, у которой в основаниях лежат правильные треугольники Или равносторонние треугольники Значит, АВС и А1В1С1 это правильные треугольники А боковые ребра перпендикулярны основаниям призмы Теперь мы запишем Пусть ребро АВ равно А, тогда ребро АА1, которое по условию равно корень из 2 АВ И введем прямоугольную систему координат Причем введем ее таким образом Пусть ось У проходит вдоль ребра СВ Точка С будет началом координат Запишем, что точка С имеет координаты 0, 0, 0 Значит, начало это координат Тогда ось З пускай проходит вдоль ребра СС1 Потому что СС1 перпендикулярна ребру СВ Ну а ось Х, вот пускай она проходит вот так И она проходит перпендикулярно оси У Ну и точка С, начало координат Вот такую систему координат мы ввели Теперь давайте изобразим наши прямые АС1 Они проходят через точку АС1 и А1В Вот нам нужно найти угол между этими прямыми Фактически мы будем искать угол между векторами АС1 и АВА1 Так, ну и теперь нам нужно записать координаты этих векторов А для того, чтобы записать координаты, нам нужно знать координаты точек Ну вот точка С координаты 0, 0 Давайте запишем координаты точки В Точка В лежит на оси У Значит, ее координаты Х и З равны нулю Х и З равны нулю А координата У равна длине отрезка СВ Поскольку треугольник АВС правильный АВ равно А, то тогда и СВ равно А Значит, координата У точки В это А Теперь запишем координаты точки С1 Точка С не лежит на оси З Значит, координата Х и координата У равна нулю А координата З равна СС1 СС1 это равно АА1 боковой ребро Значит, это будет А корни из двух Координата У 0 Так, и теперь еще запишем координаты точки А Они будут равны Ну, для того, чтобы определить координаты точки А Мы должны опустить два перпендикуляра на ось Х и на ось У Обозначим эти перпендикуляры АК и АН И тогда СК это будет координата Х И СН это будет координата У Как же их определить? Ну, АН это перпендикуляр Поскольку треугольник АВС Это треугольник правильный АН в нем перпендикуляр Значит, он будет и высотой, и медианой Значит, давайте запишем, что АН это медиана Медиана и высота Ну, точнее, надо было бы написать высота и медиана Мы провели как высоту Вы равносторонним в треугольнике АВС Который является правильным Тогда АН будет равно А корне из трех на два Как медианы АСН тогда будет половина стороны ВС Потому что АН это медиана Значит, СН это половина стороны ВС Значит, А делить на два Ну, и тогда получается координата точки А Координата Х Это получается сама медиана А корней из трех делить на два Координата У точки А получается Это А делить на два Ну, и координата З равна нулю Потому что точка А лежит в плоскости ОХХУ А теперь переходим в записи координаты точки А1 Отметим, что точка А1 отстоит от точки А Ну, чтобы ее получить точку А1 Нужно провести перпендикуляр из точки А Ребро АА1 перпендикулярно плоскости ОХУ Тогда получается, что координаты Х и У точки А нужно переписать у точки А Корень из трех на два И А делить на два Переписываем А вот координата З у нее другая Координата З равна длине ребра АА1 А ножицы С1 это будет А корней из двух Значит, А корней из двух Координата точки А1 координата З Вот теперь мы записали все координаты И можем записать координаты векторов АС1 и вектора А1Б Ну, или БА1 Так, координаты вектора АС1 Координата Х Точка С1 это 0 Точка А это А корней из трех на два Значит, минус А корней из трех на два Координата У 0 минус А на два Значит, А на два И координата З это А корней из двух Минус 0 А корней из двух Записываем координаты вектора А1В Так, 0 минус А корни из 3 на 2 А1В А минус А на 2 Это будет А на 2 Так, 0 минус А корни из 2 Вот такие координаты у вектора А1В Теперь мы запишем косинус искомого угла Фи Как угла между векторами АС1 и А1В Но только с единственной разницей, что мы Числитель запишем под знаком по абсолютной величине Для того, чтобы у нас получился косинус положительный То есть нам нужно найти косинус острого угла Поэтому мы берем абсолютную величину числителя В числителе у нас скалярные произведения в координатах векторов АС1 и А1В Тогда умножаем координаты Х Получаем А квадрат умножить на 3 делить на 4 Дальше плюс, но минус А на 2 на А на 2 Получаем А квадрат делить на 4 Плюс, но у нас отрицательное произведение А квадрат умножить на 2 И по абсолютной величине А в знаменателе у нас корень квадратный Под корнем сумма квадратов координат вектора АС1 То есть длина вектора АС1 Возводим в квадрат первую координату А квадрат на 3 на 4 Плюс А на 2 в квадрате А квадрат на 4 И плюс А корней из 2 в квадрате А квадрат умножить на 2 И находим длину вектора А1В То же самое А квадрат на 3 делить на 4 Плюс А квадрат на 2 На 4 И плюс А в квадрате умножить на 2 Теперь у нас получается в числителе Что у нас получается? Так, ну А квадрат можем вынести Из-под знака модуля Даже можем вынести и просто записать А квадрат Так, остается 3 четвертых Минус 1 четвертая и минус 8 четвертых Это получается 6 четвертых 6 четвертых Вот так запишем А здесь у нас тоже из-под каждого корня Выносим А квадрат за скобку под корнем И потом выносим из-под знака корня И получается А на А или А квадрат А под корнем у нас получается 3 четвертых, 1 четвертых, 4 четвертых и 8 четвертых 12 четвертых И еще под вторым корнем тоже 12 четвертых А мы уже вынесли Тогда сокращается А квадрат, А квадрат сокращается Получается у нас так 6 делить на 4 Здесь из-под корня выносим 12 и 4 в числитель Получается у нас 1 вторая То есть косинус Фи равен 1 вторая Тогда Фи равен 60 градусов Потому что косинус 60 градусов равен 1 второй Это и есть угол, искомый угол между прямыми АС1 и А1Б Задание выполнено И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях